У меня единый социальный проездной билет 000875, где проходит скупка этих билетов. Мы попробуем его сейчас реализовать, продать. За прилавком пожилая женщина. В очереди тоже люди преклонного возраста. На записи отчетливо видно, что продавец отчитывает несколько сотен и дает их покупателю, забирая проездной билет. В считанные минуты по всем пабликам и мессенджерам разлетелось видео несанкционированной продажи единого проездного билета. Торговлю организовали в центре «Юность». На часах 10.15. Посмотрим, как сейчас сложились обстоятельства. Найти место торговли оказалось очень легко. Она была организована на первом этаже прямо у входа в «Юность». Вот только сегодня билеты уже никто не скупал. А что-то тут билеты же продавали. Все, уже ушли. Не было. Что-то запретили. Сказали, что это незаконно. Единый проездной билет или ЕСПБ льготники приобретают в кассах Салвента. Согласно правилам, по этому документу можно совершить 40 бесплатных поездок. По итогам месяца транспортникам затраты на оказанные услуги компенсирует Министерство соцразвития региона. Депутат окружной думы Александр Куранов уверен, не все автобизнесмены ведут себя честно. Запутанная история со скупкой единых социальных проездных билетов длится уже не первый год. Вот и в этот раз она была организована в разных частях города одновременно. Из бюджета Иркутской области происходят массовые хищения бюджетных средств на оплату льготных категорий пассажиров. По сути, этих льготных категорий, как правило, их по сути не было. Перевозились мертвые души. А работы предприятиям, которые такие услуги оказывали, оплачивались, я считаю, что абсолютно незаконно. Поскольку этих маршрутов по Иркутской области были сотни, я считаю, что ущерб может составлять миллиарды рублей. Другими словами, купленные билеты в дальнейшем использовались бы как подтверждение оказанных транспортных услуг. В работу скупщиков вмешались правоохранительные органы. А тем временем депутаты окружной думы направили очередное обращение к коллегам из законодательного собрания, в чьи полномочия входит контроль за распоряжением бюджетными средствами области. Мария Константинова, Олег Левченко, Дмитрий Новопашин. Местное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова